Аммиак Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хован, я рад приветствовать на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами об использовании такого достаточно широко разрекламированного вещества, как аммиак. Очень многие блогеры рекомендуют подкормку аммиаком. Вообще, что такое аммиак? Аммиак известен давным-давно как источник азота, азотного питания для растений. В водных растворах аммиак формирует аммоний. Аммоний это легко доступное и быстро усваиваемое, напрямую усваиваемое растениями вещество. Аммоний очень хорошо связывается в почве, он не вымывается из почвы. В этой связи аммиачные удобрения, аммонийные удобрения можно использовать осенью. Азот оттуда никуда не денется, в нитраты не превратится, поскольку уже будет холодно и осенью. Но в то же время у аммиака есть целый ряд недостатков. Самый главный недостаток у аммиака заключается в его опасности для здоровья. Аммиак, его пары являются весьма и весьма токсичными. Это вещество используется в медицине для того, чтобы рефлекторно привести человека в чувство, задействовать его дыхательный центр. Вдыхание паров аммиака является смертельно опасным. Вот такой вот 25% раствор аммиака на шатырный спирт в аптеке это 10% раствор, а в магазине зачастую продается и 10% и 25% раствор аммиака. Так вот такой 25% раствор является очень и очень опасным. Им можно пользоваться только на открытом воздухе, для того, чтобы пары в помещении не скапливались и соответственно не могли нанести вреда здоровью. В связи с высокой летучестью аммиака, хотя он когда-то и широко применялся в сельском хозяйстве, с бочки с аммиаком повозили на поля, разливали в опрыскиватели, вносили в почву с обязательной моментальной запашкой. Ведь аммиак достаточно летучий, если просто его лить на землю, он очень сильно испаряется. От этого отказались. Для того, чтобы вы увидели, насколько сильно он летуч, насколько быстро он испаряется, вы посмотрите тот маленький, буквально школьный эксперимент, который я сделал под тягой с соблюдением требований безопасности. Вот здесь у меня в бутылке аммиак налит, а здесь соляная кислота. Оба этих вещества достаточно летучие. Чтобы показать, насколько, посмотрите, я еще не успел ничего сделать, а у меня уже вот такой вот образуется дымочек, можно сказать. Ну, люди, которые помнят химию, заодно вспомнят про то, что этот дымочек не что иное, как хлорид аммония. И вот если я вот так вот сделаю, видите, то этот хлорид аммония без растворителя, без воды, соответственно, у меня, видите, вот так летит. Вот это все пары аммиака, которые здесь распространяются. Я этот опыт делаю под тягой, потому что пары аммиака достаточно токсичны. Соответственно, чтобы не попало ни в глаза, ни в дыхательные пути, все это улетает в тягу. Но на самом деле, что я хочу сказать, это улетает не только хлорид аммония, это в первую очередь улетают ваши деньги. Как вы видели, аммиак улетучивается вообще с огромной скоростью. Поэтому, когда вы его разводите, когда вы его несете к месту полива, когда вы его поливаете на землю, половина, а то и три четверти того объема аммиака, который вы вносили, он просто не достигает корней растения. Он просто улетучивается. Еще раз повторюсь, улетучивается не только аммиак, но и улетучиваются вместе с ним ваши деньги. Кроме того, если блогеры советуют вам использовать аммиак с целью защиты от болезней или вредителей, вы также должны помнить, что это средство в этом качестве совершенно неэффективно. Да, с одной стороны, аммиак, обладая очень сильной щелочной реакцией, может на какое-то время отпугнуть о каких-то очень мягкотелых вредителей, таких как тля, например, даже и убить. Но скорость его испарения не позволяет говорить хоть сколько-нибудь о продолжительном эффекте. В то же время он стоит довольно приличных денег. Вот мне удалось приобрести в городе Минске несколько видов азотных удобрений. И о стоимости этих азотных удобрений, и о экономической целесообразности использования аммиака мы поговорим с вами в следующем выпуске. Ну а сейчас я что хочу сказать? Я хочу сказать, что если все-таки аммиак вам доступен, он достается вам практически задаром. И то, что огромное количество этого аммиака испаряется. И то, что да, он действительно токсичен для дождевых червей, для насекомых, личинок, которые находятся в земле. Но если вас не смущает то, что личинка майского жука, например, может находиться на глубине до метра, и трудно себе представить, сколько надо сотен литров влить этого слабенького раствора аммиака, чтобы не убить растений. В то же время этот раствор достиг этого насекомого, личинки, для того, чтобы он ее убил. Это просто какие-то колоссальные объемы надо этого раствора туда вливать в землю. А кроме того, что аммиак еще соединяется с почвенными кислотами и превращается в аммоний, который абсолютно никак не вредит личинкам ни майского жука, ни медведке, ни проволочек, вообще никакого вредного влияния на них не оказывает. Если вас не смущает то, что аммиак, несмотря на то, что он является слабой щелочью, он еще и закисляет почву, он совершенно не нейтрализует излишнюю кислотность, он закисляет почву, и вам надо регулярно вносить известковые материалы на том участке, где вы используете аммиак. Если вас все это не смущает, и вы все-таки хотите продолжать использовать аммиак для полива, для подкормки, или для опрыскивания, хотя для здоровья это вообще ужасно и очень опасно, то вот вам небольшой совет. Прежде чем использовать аммиак в таком чистом качестве, превратите его в цитрат аммония. Для того, чтобы превратить аммиак в цитрат аммония, необходимо к раствору аммиака, примерно к столовой ложке аммиака, растворенной в воде, одной столовой ложке вот такого 25% или, соответственно, двум-трем столовым ложкам 10% аммиака, нужно добавить такую основательную большую столовую ложку лимонной кислоты. В результате вы свяжете аммиак в виде цитрата аммония. Чем это полезно? Во-первых, он не парит. Во-вторых, это органическое соединение, которое достаточно легко будет чувствовать себя в почве, не особо сильно будет вступать в какие-то реакции и не будет вредить полезным почвенным организмам, в том числе и микрофлоре, между прочим, потому что аммиак в достаточно больших концентрациях может оказывать антисептическое, антибактериальное, антифунгальное действие. Но самая главная польза от этого раствора будет вот в чем. Дело в том, что вот такие вот трудно растворимые вещества, как кальций и фосфат, которые зачастую образуются в почве после внесения известковых материалов с целью нейтрализации почвы и становятся недоступным растением, вот здесь я уже сделал раствор цитрата аммиака, не хочу делать его вне тяги, потому что аммиак очень парит, это надо делать только на открытом воздухе, ну или специально оборудованной лаборатории. Вот при добавлении вот к такому нерастворимому веществу фосфату кальция, трудно растворимому, вот такого раствора мы фактически симулируем действие почвенных кислот, симулируем действие тех микроорганизмов, которые называются фосфат-мобилизаторы и способствуем тому, что вот такой нейтральный раствор только с полезными свойствами, которые содержат в своем составе достаточное количество азота, но это тоже количество, которое бы содержало аммиак, он не испаряется и он способен делать доступными для растений недоступные ранее фосфаты, что в общем это очень-очень хорошо и полезно, что бывает так, что мы фосфатами кормим, фосфатов добавляем много, но они недоступны растениям и растения испытывают фосфорное голодание. Поэтому, пожалуйста, если аммиак дешев, вам очень доступен, можете его использовать вот в таком виде при смешивании с лимонной кислотой. Это будет очень эффективно. Спасибо вам за внимание. Надеюсь, что эта информация поможет сделать вам правильный выбор в том, как ухаживать за вашими растениями, как подкармливать ваши растения, как не потерять деньги на неправильном использовании различных химических веществ, в том числе удобрений такого вот плана жидкого. Я на этом прощаюсь с вами. Всего хорошего, до встречи.